В числе нарушений платных дорог в Брестской области за текущий год 2400 случаев, показатель прошлого года 5600. С момента введения системы сборов тенденция к сокращению их количества весьма заметна. Цифры 2013 и 2016 говорят сами за себя. Разница в три раза. Достижение такого результата заслуга транспортных инспекторов. Значительную роль в деле сыграло размещение наглядной информации на границах и при въездах на платные дороги. Оповестительные знаки расположены и на территориях сопредельных государств. Таким образом водители предупреждены о предъявляемых к ним требованиях. В противном случае им не избежать установленных штатных санкций за неуплату налога. Следить за нововведениями в сфере транспортных услуг в интересах самих же водителей. С 1 ноября 2015 года в республике введены еще два платных участка дорог. Это участок на дороге М5, Минск-Гомель. Протяженность общая 82 километра. И небольшой участок на дороге Р23, это Минск-Микошевичи, 19 километров. Общая протяженность платных дорог теперь уже по стране составляет 1613 километров. Соответственно новые участки пользователям платных дорог необходимо правильно планировать и выбирать свои маршруты в соответствии с новыми введенными участками на дорогах. Что же касается самых активных для нарушений периодов, то это по-прежнему сезоны отпуска, зачастую август и июль. Среди заядлых неплательщиков, как показывает статистика, представители Украины, Германии, Польши и России. Водители большегрузов из Беларуси, осуществляющие международные перевозки. Нарушения одни и те же. Не успевают вовремя пополнить баланс, что хочется напомнить, чтобы не забывали этот момент. Бортовое устройство подает вовремя сигнал и поэтому об этом надо заботиться. Ну и да, иногда были моменты, когда не устанавливались ни на то транспортное средство устройства, что также является нарушением. Устройство бортовое нельзя перемещать из машины в машину, это будет являться нарушением и потом будет плата в увеличенном размере. Также наш отдел в 2016 году начал заниматься контрольными мероприятиями. Мы следим за нарушениями осуществления международных перевозок грузов и пассажиров. Ну в первую очередь, конечно, мы занимаемся проверкой режима труда и отдыха водителей, что в принципе вернулись какие-то свои результаты. И также дисциплинируют водителей. И этим мы добиваемся какой-то безопасности на дорогах. Случаев привлечения к административной ответственности при несоблюдении режима труда и отдыха за 10 месяцев текущего года. Только на базе Брестского филиала выявлено 630. Специалисты, осуществляющие контроль на дорогах, не устают напоминать как иностранным гражданам, так и белорусам о том, как важно рационально планировать поездку, дабы избежать неудобств. Обезопасить себя от каких бы то ни было проблем в пути, спешит водитель со стажем из столицы Виктор Куликовский. Мужчина, планируя маршрут, учитывает все нюансы. Известие о введении налога на дороге в свое время воспринял спокойно. Трассы скоростные стали, более такие уже улучшенные, нормально, то есть ездить можно, работать можно. Поначалу, конечно, сложно это все было, привыкнуть, то есть пока эта система начала работать нормально. Потом, когда заработала нормально, соответственно, ну то есть я про это не думаю, поскольку у меня бортовое устройство установлено в автомобиле, моя задача ехать. Такое отношение к делу показательный пример для многих, что выгоднее для самого водителя уплатить налог или проигнорировать официальное требование. Ответ очевиден. Как только, говорит, расслабимся на этом участке, снизим контроль, получим сразу же увеличение штрафных санкций и увеличение нарушений. То есть это наш непрерывный контроль, мы работаем круглосуточно и осуществляем контроль на этих платных дорогах. Ну и все-таки, да, штрафные санкции также дисциплинируют, потому как они немаленькие. Напомню, что для легких автомобилей плата в увеличенном размере минимальная составляет 100 евро. Грузовики платят 260 евро.